Добрый вечер, на Хабар 24 новости мы продолжаем рассказывать о самом важном и интересном к данному часу в студии Патагос Сарпулова. В Казахстане зафиксировано нулевой рост цен на продукты питания. Более того, на минувшей неделе отмечено небольшое снижение стоимости овощей. Такие данные были озвучены сегодня в ходе совещания в правительстве. Оно прошло под председательством Оскара Мамина. Говорят, повлияли на стабилизацию ценников оборотные схемы, в которые привлекли торговые сети. Они заключают договоры напрямую с производителями. В этом году их профинансировали на 46 миллиардов тенге. Наиболее эффективная названа работа в городах республиканского значения, а также в ряде регионов. Предупреждения вынесены поставщикам куриного мяса и яиц в Североказахстанской и Октюбинской областях. Премьер-министр поручил Акимам контролировать ситуацию. Предельную цену на куриное мясо установят в Костанайской области. Зафиксировать его стоимость планируют на уровне 890 тенге за килограмм. Документ сейчас находится на утверждении и вступит в силу выше к концу года. Ранее из-за скачка цен в области обозначили границы при продаже овощей, сахара и подсолнечного масла. В общей сложности сдерживание цен на социально значимые товары обойдется местному бюджету почти в 5 миллиардов тенге. В Стабфонд закупают 13 наименований продуктов. Для формирования регионального стабилизационного фонда было выделено 4 миллиарда 800 миллионов тенге. Первый транш в сумме 1 миллиард тенге он поступил в октябре. Мы планируем более 4000 тонн продукции закупить. Второй транш мы ожидаем в ноябре месяце. После поступления денежных средств также планируем произвести государственные закупки. Объем продукции более 6500 тонн. И о ситуации с ковид. Свыше 1300 случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за минувшие сутки. Алматы и Североказахстанская область лидеры по приросту. В стационарах находится почти 7500 ковидных больных. Что касается вакцинации, число получивших первую дозу вакцины превысило 8 миллионов 390 тысяч. Полностью привились 7 миллионов 651 тысяч казахстанцев. А в Алматы прививку от коронавирусной инфекции получил миллионный житель. Об этом в социальных сетях сообщил Аким города Бахаджанский-Интай. Юбилейную пациентку зовут Самал Окапова. Несмотря на особенности здоровья, она сделала выбор в пользу вакцины, чтобы защитить себя и близких, написал Аким. Между тем, Файзер заявила о высокой эффективности нового препарата против коронавируса. Пакславит снижает риск госпитализации или смерти больного ковидом на 89%. Его будут выпускать в виде таблеток. В компании завершили вторую фазу испытаний и уже договорились о поставках нового лекарства в Австралию, Великобританию и Южную Корею. Сейчас ведем переговоры о поставках с правительствами 90 стран, активно обсуждаем. И некоторые уже подписали контракты, некоторые из них подписали досрочно. Прививать детей от COVID-19 в обязательном порядке будут в Коста-Рике. Выбор сделан в пользу препарата от Файзер. Возраст детей, которые подлежат вакцинации, от 5 до 11 лет. Начнут кампанию по иммунизации в марте следующего года. Страна заключила договор с американским фармгигантом о поставке 3,5 миллионов доз, полтора миллиона из которых предназначены для детей. На сегодня хотя бы один компонент получили 70% жителей республики. Санитарные паспорта во Франции будут действовать до 31 июля следующего года. Такое решение после многочисленных споров вынесла Национальная ассамблея страны. Новый закон о санитарной бдительности не только определил срок применения аналога нашего АШОК, но и ужесточил наказание за его подделку. Подробности у нашего корреспондента. Закон о санитарной бдительности – это самая обсуждаемая тема во Франции на протяжении двух последних недель. Проект его неоднократно обсуждался и отклонялся то в Сенате, то в Национальной ассамблее. Уже через неделю по действующему положению страна должна была выйти из режима ЧАЭС и отменить все ограничения. Но санитарная ситуация ухудшается с каждым днем. Поэтому после долгих дебатов санитарные паспорта оставили до середины лета. Правда, решение такое устроило не всех. Оппозиция планирует опротестовать закон в Конституционном совете. В этом контексте мы вновь заявляем о нашем решительном несогласии с увековечиванием этого чрезвычайного положения. Мы месяцами предупреждали о реальных рисках сохранения такого способа управления. Давайте вспомним, уважаемые коллеги, что после терактов 2015 года чрезвычайное положение в плане безопасности длилось 24 месяца и закончилось здесь у вас 1 ноября 2017 года. Есть повод для сильного беспокойства. Приближается зима, впереди рождественские праздники, возможность появления новых штаммов, необходимость получения третьей дозы. Все это обязывает нас сегодня быть бдительными и сохранять инструменты, которые нам позволяют ограничить распространение вируса. Санитарные паспорта могут быть отменены решением правительства в любой момент, если ситуация с заболеваемостью будет под контролем. Правда, никаких четких индикаторов в законе нет. Зато есть усиленная почти в два раза ответственность за подделку документа. Фальсификаторам доказательств вакцинации грозит до пяти лет лишения свободы и 75 тысяч евро штрафа. Также закон впервые позволяет директорам школ узнавать прививочный статус учеников. Пока не ясно, нужна ли будет третья, так называемая, бустерная доза вакцины для того, чтобы сохранить свой прививочный статус. Этой зимой во Франции ждут пятую волну эпидемии. Последние несколько недель в стране отмечен рост заболеваемости. За сутки здесь было выявлено около 10 тысяч новых заражений. Альяса Здыкова, Руслан Умержан, Хабар, 24, Париж, Франция. Шавкат Мирзи Юе вступил в должность президента Узбекистана. Инаугурация состоялась сегодня в Ташкенте. Глава государства принял присягу на совместном заседании обеих палат парламента в здании Сената. Председатель ЦИК Узбекистана вручил Мирзи Юеву удостоверение президента. Ему также передали отличительные знаки президентской власти, нагрудный знак и штандарт. Их утвердили в прошлом месяце. Напомню, выборы в стране прошли 24 октября. Согласно данным ЦИК, за Мирзи Юева проголосовали более 80% избирателей. И вновь о событиях в нашей стране. Цель конкурса – показать престижи и достижения рабочих и сервисных профессий. В Кокшетау WorldSkills проводится по шести основным и шести дополнительным специальностям. Эксперты отмечают растущую популярность проекта среди студентов. Их число все больше с каждым годом. Улучшаются и результаты казахстанских мастеров на мировой арене. Так, в прошлый раз Казахстан завоевал 14 место на международном чемпионате. WorldSkills дает миру понятие, в какой стране наиболее развитые технические профессии, качество образования. Допустим, кто занимает призовые места на международном уровне, значит, там конкретно лучшее образование, чем в другом месте. Поэтому мы тоже стремимся, тоже развиваемся, тоже обучаем. Студент одного из Костанайских колледжей Андрей Корошко участвует в конкурсе впервые. Быть в эпицентре такого мероприятия и показать свое искусство – уже достижение, делится Андрей. Конкурсант настроен на победу и намерен создать лучший графический дизайн чемпионата. Задания сами по себе несложные, но иногда хватает времени, чтобы полностью выполнить все три задания. Для выполнения данных заданий, которые нам давали на этом чемпионате, в первую очередь требуется, конечно, опыт, но также творчество и оригинальный подход к своему делу. По словам участников, самое ценное в конкурсе – обмен опытом и проверка навыков и умений. Результаты соревнований будут известны 10 декабря. Победителей ждут ценные призы. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Кокшетау, Хабар 24. От культового магнитофона «Романтик» до пишущей машинки из старинных пластинок. Ретро-музей на чердаке своего дома открыл полицейский из Туркестанской области. Коллекционный фонд включает сотни самых разных предметов быта советской эпохи. В гостях у антиквара побывали наши корреспонденты. Сухрабу Ирназарову 42 года, 25 из которых он посвятил службе в правоохранительных органах. Коллекционировать различные предметы полицейский любил с детства. Но заниматься этим всерьез начал относительно недавно. Я давно откладывал старые вещи на чердаке, но как-то решил там прибраться. Установил полки, разложил предметы, в итоге получился своеобразный музей. Раньше я в основном собирал фотоаппараты, поэтому у меня их так много, около 250 штук. Некоторые спрашивают, где ты берешь деньги на покупку раритета? Дело в том, что я не трачу большие суммы. Обычно обмениваю их на те или иные экспонаты, которые не вписываются в мою коллекцию. Необычный музей напоминает советский универмаг. Повсюду полки, буквально забитые виниловыми пластинками, аудиокассетами, посудой. Но больше всего Сухраб собрал фотоаппаратов, часов и магнитофонов. Их тут сотни разных годов выпуска и брендов. О моем увлечении из моего круга общения не знает практически никто, за исключением нескольких коллег. О своей коллекции я никому не рассказываю. В будущем продолжу собирать экспонаты и расширяться. Посетителей в свой чердак Сухраб Ирназаров пока не пускает. Говорит, собрал коллекцию для себя и друзей. Впрочем, если музейный фонд станет еще больше, то возможность сделать его общедоступным полицейский не исключает. Рауль Габитов, Ербулат Абишов, Самат Нагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область. 46 внуков, 94 правнуку и 5 праправнуков у жительницы Мангастауской области Балапана Байнишевой. Ей 95, но несмотря на преклонный возраст, она продолжает сама вести хозяйство и даже обучает любимому делу своих внуков и с ног. Секретами долголетия энергичная бабушка поделилась с нашим корреспондентом Тамарой Степановой. Тонкие пальцы умело выводят нить из пушистой шерсти. Веретеном 95-летняя Балапан Байнишева научилась пользоваться еще в детстве. Рукоделие не раз вручало ее и в голодные годы, и в моменты отчаяния. Сегодня бабушка дает мастер-классы своим внучкам и снохам. Труд продлевает жизнь и дает заряд бодрости. Я это хорошо знаю. В свое время мы пасли скот, рубили дрова, отправляли на фронт изделия ручной работы. Я родилась в Селегонде Мангисталского района. Мой отец был богатым человеком. Из-за этого нас подвергали гонениям. Семье пришлось уехать в Туркменистан. Там прожили полвека. Свою женское счастье Балапан Байнишева обрела в Туркменистане. Вышла замуж в 17 лет перед самым концом войны. Спустя время родился ребенок, потом второй, третий, всего 11 детей. Вернуться назад в Казахстан ветерану тыла удалось почти 45 лет назад. Моя мама человек с сильным характером. Она ко всем умела найти подход. Несмотря на свою занятость, каждому уделяла время. Они с отцом прожили больше 30 лет вместе. А вырастили нас в любви и заботе. Мама овдовела в 52 года. Осталась с детьми без поддержки мужа. Но она боец по натуре и все смогла преодолеть. В Большом доме Муналинского района на каждом празднике у Балапан Байнишевой собираются дети, внуки и правнуки. За щедрым дастарханом мать-героиня неизменно делится своими секретами любви к жизни. В рейтинге главных правил относиться с позитивом к любым трудностям. Именно положительный настрой помогает легче переносить все невзгоды, считает пенсионерка. Тамара Степанова, Салмат Бигбаев, Монгастаутская область, Хабар-24. Сегодня станет известно имя юного исполнителя, который будет представлять Казахстан на детском Евровидении. Победителя национального отбора определяют в прямом эфире телеканала Хабар в 7 вечера. Напомню, в финал прошли 10 самых одаренных участников. Сегодня они выступят с авторскими песнями, написанными специально для них известными композиторами страны. Лучшего определяют оценки жюри и результаты СМС голосования казахстанцев. Он и представит страну 19 декабря. В Париже. Отмечу, агентство Хабар является членом Европейского вещательного союза с 2016 года. Таким образом, Казахстан в этом году участвует уже в четвертый раз. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин